Добрый вечер, в эфире подробности с вами Аишат Ибрагимова. Традиционный форум проходил уже в пятый раз, однако на этот раз его масштаб и количество участников заметно выросли. В течение трех дней сразу на нескольких площадках экспертное сообщество активно обсуждало насущные проблемы евразийской интеграции. И в воздухе витало общее мнение. Эта самая интеграция теперь не только в головах политиков Казахстана, России и Белоруссии, а реальное положение дел. Вот все, кто сейчас сидит в этом зале, скоро будут есть шоколад по евразийским стандартам, одеваться тоже по определенным стандартам, заправлять топливом машины по определенным стандартам. И все почувствуют через год-два, я уже не говорю про перспектив 5-10 лет, эта интеграция выйдет в дом каждого. Кстати, несмотря на все интеграционные механизмы, многие участники, приехавшие на форум из-за рубежа, отмечали встретившиеся им на границе затруднения. Пересечь эту границу с первого раза, или с первого часа, или с первой минуты не всегда удается. Вот когда такие простые вещи перестанут быть предметом критики, а станут предметом положительной дискуссии, вот тогда появится и запрос общества, тогда появится интерес к интеграции. Участники форума отмечали и другие негативные факторы, которые на начальном этапе тормозят интеграционные процессы. Здесь и не синхронизированные до конца законодательства стран-участниц ЕС, и не отпускающие некоторых чиновников чувства лжепатриотизма, мешающие им ставить общие интересы интеграции выше страновых интересов. И то, что пока не отлажено, общая для всех информационная политика. У нас считают до сих пор, что, например, на подъезде к какому-нибудь казахстанскому городу тебя обязательно остановят вооруженные люди, и будет много всяких других неприятностей. То есть отсутствие информации вообще, как мы знаем, рождает массу всевозможных слухов, с которыми нам тоже приходилось бороться. На этот раз в программе форума были не только панельные сессии и круглые столы. Его участники по итогам каждого заседания формулировали конкретные предложения для Евразийской экономической комиссии и других государственных органов, которые напрямую занимаются в пяти странах вопросами интеграции. Безусловно, проблема доступа товаров в рыночную торговлю должна решаться в реалитетном порядке, и не только с учетом хорошего урожая этого года, она должна быть круглогодичной. Я думаю, что одной из рекомендаций нашего форума должна стать рекомендация по разработке модельного нового законодательства о развитии рыночной торговли на территории Евразийского академического союза, потому что существующие национальные законы, они носят характер запретительный. В заключительный день форума к его участию присоединились губернатор Оренбургской области Юрий Берг и Аким Актюминской области Бердебек Сапарбаев. Они осмотрели экспозицию предприятий России, Белоруссии и Казахстана. Эта интеграция появилась не с созданием евразийского экономического. Мы жили здесь, и она у нас была. А вот создание этого союза еще более расширило возможности. Убрали, ну, к примеру, таможенные барьеры. Чего это только стоит для развития экономики. В ходе пленарного заседания главы соседних регионов России и Казахстана подвели итоги форума и наметили свои практические шаги в интеграционных процессах Евразийского экономического союза. Евразийская интеграция уже давно шагнула за рамки институциального проекта. Значимой его частью становится человеческое измерение. И если на уровне общественного сознания проект будет сохранять свою нужность, успешными будут и все практические начинания. Исторически так сложилось, что мы, нынешнее поколение, нынешние руководители обязаны продолжить то сотрудничество, которые были до нас, которые заложили наши прапрапрадеды. И создание Евразийского экономического союза нам дает дополнительный решак для того, чтобы мы, в первую очередь, использовали возможности интеграции. Когда создавали наши руководители Евразийский экономический союз, главный ориентир был, конечно, на регионы. Когда между регионами есть интеграция, она будет уже продолжена в рамках государства. Хотя в наших странах руководители, которых уже давно прониклись идеи Нурсултана Назарбаева о необходимости создания на евразийских просторах мощного экономического союза, есть немало противников такого объединения, которых пугает тень Советского Союза, практические шаги последних лет говорят о том, что маховик практической интеграции уже не остановить. А вот когда и какие практические плоды этого процесса почувствуют все граждане наших стран, остается вопросом политической воли, мировой конъюнктуры и практическим вкладом каждого. Ну, мне кажется, для обеих стран это сближение и экономическое, и политическое. И мы как будто будем опять прежде в СССР. Наши производители будут туда отправлять продукты, мы получать другие, но обмен будет, для нас лучше будет. Ну, говорят, у довсиления товар будет. Вот товаропоток, значит, увеличится, народу еще обойдется одежда, питание и так далее. Ну, пока это не происходит, потому что первый год работает. Ну, надеемся на будущее. Ну, наверное, да, цены будут пониже, я так думаю, если они все вместе объединятся. Улучшения, наверное, будут все-таки. Ну, я считаю, все улучшится, все-таки другие страны, они как-то другой товар поставляют нам. А вообще я больше верю казахстанским. Я все верю, только казахстанское. Конечно, будем ожидать все хорошее, чтобы было наши дети сытые, внуки, как говорится. Все было, чтобы нормально, чтобы самая главная работа была, чтобы нас не сокращали. На этом на сегодня все. Мы напоминаем, вы можете стать нашими соавторами, если будете предлагать живые и актуальные темы. Наши координаты на ваших экранах. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok